В Айртаусском районе, близ села Саумалколь, в районе Трехречия, так называемого, это реки Есиль-Артышитабол, находится поселение древнее Ботай. И вот это историческое место, оно, конечно, представляет большой научный интерес. Сюда ежегодно приезжают археологи, изучают жизнь, культуру и быт ботайцев. И на этом месте создан музей под открытым небом. И сегодня, конечно, он открыт для посещения каждого, кто интересуется историей. И вот в этом контексте нам интересно мнение людей искусства, как они воспринимают ботайцев, как они воспринимают эту культуру древнюю. И в рамках симпозиума они побывали, художники из разных стран, на этом месте, на этом объекте, на этом поселении. И свои впечатления они отразили на холстах. КОНЕЦ Я слышал, конечно, про ботай, но побывал там впервые и был, конечно, очень поражен и удивлен, что столько тысяч лет назад существовала культура, и не зря лозунг нашего симпозиума – это ботай, культура степи. Это именно так. И еще меня больше поразило, что эта культура просуществовала не стоили 200 лет, а тоже тысячелетиями. То есть они передавали это от отцов детям, детям, внукам, ну и так далее. Это все перетекало. И это был какой-то прототип нынешней юрты, видимо, вот их жилища. Но нынешняя юрта, чем удобнее для, конечно, степного народа, то, что она может собраться, да, и за скотом переехать в другое место, да, в отличие от этого. Но вот так получилось, что, может быть, из-за этих жилищ они вынуждены были приручить лошадь, потому что они пешком могли ходить только на 10-15 километров, а лошадь уже позволяла им двигаться на 100 тысяч, на большие расстояния, да. Поэтому не зря они были покорители лошадей. И если так можно сказать, то степи казахстанский народ подарил человечеству лошадь. Это, в принципе, сродни полету в космос. Для меня лично так. Как бы это такие событийные вещи. И поэтому под впечатлением этого музея Батая, ну, имеется в виду, который под открытым небом, раскопки, там, то англичане, то японцы, у меня вот родились такие идеи, я прям так и назвал. Батайский танец. Ну, есть, потому что никто не знает, какой он был на самом деле, это танец-то. А вот я его так увидел, и хочу с кем-то поделиться на эту тему. Нижняя работа – это, собственно, ловля лошади. Это вот с чего, да, с чем они жили, чем кормились, на чем выждилась их культура, скажем. В хорошем, конечно, смысле слова, и она была для тех времен передовой. И даже передовой в том плане, что они вот покорили лошадь, а садиться же на лошадь надо, а вся Европа тогда ходила в юбках, а они придумали штаны, чтобы можно было лошадь с двух сторон обнять ногами. Это тоже своего рода какая-то эволюция. Ну, мы эволюционируем сами по себе, конечно, так устроен мир. Но вот соприкасаться с прошлым, ну, даже начиная от Египта и до наших дней, это всегда очень, как бы, что ли, трогательно, ну, и волнительно, что ли, скажем вот так. Вот у меня третья работа, это называется «Дозорная дружина», потому что были такие дружины, создавались ханами, чтобы потом объезжать и охранять свои земли и территории. Ну, она такая, как бы, достаточно символическая. Мне, ну, тоже вот идея такая пришла, а потом во концов пришла вот такая идея. Это потому что все было во времени, начиная от батайской культуры, проходя через это и до наших дней. Потому что я не просто часы изобразил, там с латыни написано «Время бежит». Я хотел изобразить через часы время. Не знаю, насколько это получилось. Пушка, это понятно, на земле, по-моему, только 17 дней было без войны. Поэтому, ну, всякие мысли. Дикая природа, лев там, потом там ангел с крылышками. Ну, так можно привязать любую фигурку к тому или к этому. И вот этот царь держит в одной руке державу, так называемую символическую, а в другой – земной шар. Ну, сколько он его продержал? Ну, 200, ну, 300 лет. Ну, не как батайцы, которые веками это продержали. Или там другие культуры. То заставляет задуматься. Да, и еще раз я хотел сказать, потому что мы, говорят, вот мы жили в это время. Время, оно без нас живет, потому что у нее нет ни начала, ни конца. Это мы просто проходим через время и канули в лето, что ли, скажем так. А то, что мы сделали, вот наша культура, наши традиции, это все вот остается. И это куда важнее, чем конкретный взятый человек отдельно. Хотя, конечно, отдельный человек – это тоже целый космос, и можно здесь бесконечно говорить. Здесь я развила тему «Тенгри Умай». Как бы Умай – это богиня земли, где происходит движение, где рождаются дети, где плодородие, да. «Тенгри Умай» – он управляет космосом. И получается так, что как бы вот эти планеты, созвездия, они как бы наши наблюдатели. Я изобразила космическую симфонию, бесконечность космоса, его загадки. Солнце, они преклоняются Солнцу, благодаря Солнцу идет здесь. Причем интересно, что ведь у кончерников вот эта вот была такая вот ориентированность на космос. Да, да, да. Мировоззрение. Да, и когда люди, допустим, уходят из этой жизни, тенгри их забирают, они становятся птицами, как бы душами этих людей. И они наблюдают, что происходит на земле. И в трудную минуту они поставляют свои крылья или помогают им. Хотела найти какой-то контакт. Решила написать вечернее, где яркое солнце, ослепительное солнце, когда ощущение жизни, света, импульсы. Ну, еще, конечно, прочувствовала тут степи бескрайние. Вот цвета. Мне очень нравятся цветы степные. И сочеталось с этими птицами. Они для меня очень знаковые. Поэтому лучше используйте обязательно. Да, да. Это полет, это свобода. В степях я почувствовала, знаете, вот в этих краях свободу этих земель. Вот мне, я люблю степи, я люблю солнце. Как бы я родилась на этой земле. Я родилась же в степях, жила в юртах. Как бы видела, как солнце садится. И это как бы во мне душа этим и наполнилась. Я выражаю то, что я из детства. То, что я внутри запечатлела. Конечно, я, прежде чем сюда приехать, я изучала культуру Бутаи. Я изучала ее не год и не два. Это происходило в течение, даже после сразу, как открылось вот это вот захоронение. Не захоронение, раскопки жилищ, поселения. Я начала изучать материалы. Все, какие публиковались, я читала об этом. Мне было очень интересно, потому что я сама люблю лошадей. Я прекрасно ищу верхом. И поэтому эта тема очень близка мне. И когда я узнала об этом проекте, я извела желание приехать. Я начала думать, как мне лучше создать такой вот образ собирательный. И сначала на эскизе был парень, который стоит напротив лошади. Парень Бутаиц. Он был такого мускулистого телосложения. И когда я увидела, уже здесь вот перед девушкой был парень, было ощущение того, что это как противоборство между человеком и лошадью. А я не хотела этого показывать. Я хотела показать дружбу, единение. И поэтому изобразила девушку. Она нежная. И она даже в этой бутайской одежде, насчет одежды у меня были сомнения. Сначала она была просто красная. А после того, как я уже посетила музей, увидела жилище бутайцев, я сделала фотографии. И очень обрадовалась, что там есть реконструкция этой одежды с орнаментами. И что они тогда выделывали уже лен. И вот я изобразила льняное платье. Восемь дней у меня ушло на эту композицию. И здесь я специально создала ее так, на фоне старинного ковра Алашау. Ручной работы. Специально сделала так, чтобы это выглядело, как будто ковер очень старый. И даже показала дырку в ковре. И через него просвечивает вот сейчас наша современность. Город. Не обязательно это Астана, это может быть любой город. И здесь изображено... Почему конь крылатый? Потому что благодаря... Конь дал человеку крылья. Благодаря тому, что вот тайцы приручили лошадь, они получили возможность очень быстро сделать большой прогресс и большой скачок вперед всему человечеству. Есть на Петроглифе, что у нас впервые изобрели колесо. Не где-то в Европе, а именно у нас. Здесь жилища бутайцев. Даже великие архитекторы зарубежные, они были восхищены и удивлены, насколько геометрически правильно и очень точно было сделано математические расчеты. Это говорит о том, что у нас была очень хорошо развита наука. Также здесь дети играют асык, это чисто казахская игра. Мальчик обнимает лошадь. И Тубет, знаете, почему называется Тубет? Потому что он охранял скот, овец в основном, он охранял на горе, на возвышении, на Тубе. Поэтому так назвали. И он является тоже брендом Казахстана. Я знаю, что осталось очень мало особей. Здесь вот, так как мы поклонялись тигрянству и кокбуре, это наш предок, можно сказать. Здесь даже есть надпись «Коктерек», так как мы относимся к тюркскому народу. Специально сделаны старинные орнаменты. И здесь вот дерево байтирек, которое символизирует три мира. И здесь вот шелковый путь, всадники конные, охота и картина о нашем прошлом и о будущем тоже. Этого человека я увидела в музее. Изображение его, голова, было реконструировано по скелету и по черепу этого человека. Череп был немного вытянутой формы, яйцевидный. Поэтому я специально изобразила его без головного убора. И на шее у него кость, обработанная с насечками, тоже была найдена при раскопках. И она есть в музее. Поэтому я решила, что будет интересно, если я сделаю это в виде амулета. Но еще не доказано, что они использовали это как украшение. Но я просто, как творческий человек, решила подойти вот так, к этому образу. Да. Ну и, конечно, лошадь на заднем плане. Это символ того, что бутайцы впервые приручили лошадь. Первый этюд, который я написала, после посещения бутайских жилищ, мы остановились на озере Имантау. Очень красивый вид. Мне понравилась природа этого края. Поэтому я хотела запечатлеть. Считаю, что это очень сакральная земля. И хочется ее увековечить. Ну-ка, расскажите, пожалуйста, что вас заинтересовало? Вот вы были две недели в Северном Казахстане, вы работали на Бутае, да? Это довольно-таки большой проект для нашего региона, для страны в целом. И что вам было интересно, и что бы вы изобразили своих картинок? Я был поражен мастерством художника и вообще полностью от того, как происходил сам процесс. Это место совершенно отличается от всех мест, в которых я побывал. Своей экзотикой. Работа в основном о природе. И природа запечатлена естественным образом. В основном это природа, бог, сотворение. В целом я был потрясен мастерством различных художников. Это отличная возможность поработать вместе совместно с другими художниками, потому что большинство времени, будучи художником, приходится работать одному, а здесь есть возможность сотрудничества. Это подарок индивидуальный для вас. Персональный подарок. Юрий Стенбек, вы уже две недели в Североказахстанской области. Я понимаю, что выставка, которая сейчас представлена, картины, которые вы представили, они посвящены именно Батаю, такому серьезному проекту. И что вас вдохновило, может быть, именно, потому что тема там большая, в принципе, и проект большой. И насколько вы уличены вообще вот этой тематикой, исторической? Я вообще восхищен и очень тронут, что меня пригласили сюда, потому что Петропавловск я первый раз, но особенно Батайской культурой я уже был подготовлен, я уже по интернету почитал, прежде чем приехать, и я был в восторге. И мне показалось, что я приеду, посмотрю, я когда наяву увидел Батайскую культуру, и здесь, на Краильском музее, хороший попался экскурсовод, она рассказывала вообще о культуре Батайской культуры, я был вообще очень был как бы воодушевлен, и мне появились столько идей, но времени мало, но тем не менее мы сделали пять картин за две недели. Это немало. Да, пять картин за две недели написали, и я думаю, что это первое, а второе самое хорошее, это вот те картины, которые мы выставим, потом они будут на аукционе, от продажи денег будет поступать и детский фонд. Это самое благотворительность. Мне кажется, это очень нужно, потому что много детей сейчас без родителей, и мы должны поддержать. Люди искусства – это лицо государства, поэтому то, что мы пишем на тему Батайской культуры, это очень здорово, и я думаю, это уже второй симпозиум получается международный. Я думаю, каждый год будет, они вот, организаторы сказали, что каждый год будут они устраивать, и мы сказали, пускай другие художники тоже приедут, они напишут. В этом году было восемь стран, представляете, Франция, Бельгия, Венгрия, Румыния была, и я думаю, что Избекистан, Кыргызстан. Я думаю, это здорово. Мы как одна семья работали в лагере и подружились, и, конечно, вот мы сегодня расстаемся, но, тем не менее, наша работа остается в Казахстане. Вообще, вот в основном, чему посвящено ваше творчество? Моя творчество посвящено вообще мифам, легендам мира. То есть вам это близко? Да, это мне близко, понимаете, не только миф, легенда Средней Азии, и Канады, и Египта. То есть, поэтому вот эта батальская культура, она мне ближе. Тем более лошадь, это мы же все-таки кочевники. Степные, да, народы. Степные, да, и это нам очень близко. Я сам любил скакать на коне в детстве, и вот это близко. И, конечно, эта батальская культура, она меня очень тронула, как они жили. Вы увидите в моих картинах эти элементы, которые я более в символах работаю, и эти символы как раз отразились. Символизм, да, у вас? Символизм, да. Такой авангардный символизм, хотя я ревистическую школу закончил, но... Интересно. Мне кажется, будет интересно посмотреть на выставки моей работы. Ну, я, в общем-то, из этого региона, я Костанайский, хотя живу в Алматы уже более 50 лет. Поступил в училище, остался там, вот. И, конечно, мне близко была тема Бутай, я слышал и раньше об этом, об этих раскопках. Потом мне было интересно, как можно создать композицию. Я немного символичный художник. Трудно его интерпретировать, потому что каждый по-своему может понять. Но там я, если чисто литературно говорить, там юная девушка рядом с лошадью. Они парят над землей чуть-чуть. Я так узко, если говорить, это юная степь, которая подчинила себе огненную силу. Лошадь, там действительно, как огонь. Починила огненную силу, и которая потом изменит ход истории. То есть, появится новая, это эволюция. А новая эволюция, у меня там закат, тонкая линия. Это как уже переход в новую эволюцию. Вот почему у вас именно вот такое направление вас зацепило? Мне нравятся именно не конкретно бытовые темы, а немного философского характера. Не знаю, как примет зритель пока. Вот если вернуться к теме Батая, то сложно вообще работать над такими работами? Сколько времени нужно, чтобы... Я понимаю, что все-таки вдохновение, оно важно, да? И как много требуется времени, чтобы вот это пронести через себя и подготовить эту картину. Потому что вот мы когда общались с коллегой из Кыргызстана, он так вдохновился, что написал пять картин за две недели почти. Это прям очень, я считаю, быстро. Как это у вас складывается? Это у каждого подход по-разному. Некоторые могут подойти как иллюстрации. Просто вот Батай. Увидел, как запечатлел, да? Приручили лошадь, там водопой, там может быть деревня быт. На самом деле это же очень далекая древность. И оттуда что-то выявить. Я не бытописатель, поэтому, конечно, я отказался от такого подхода. Мы не знаем их образ жизни, хотя и по раскопкам можно представить. Но все равно это совершенно другое мышление. Мировоззрение. У них совершенно другое отношение к природе было, к окружающим, к звездам, к Богу, например. И был ли у них Бог, может, поклонялись природе. Поэтому я и сделал такую символичную работу, и каждый будет воспринимать его, как он тонко чувствует, искусство или нет, историю или нет. Восприятие мира. Батай я это первый раз был. На эту тему все стараются, работают каждый по-своему. Но я тоже поработал по-своему. Увидите мои работы. Что вас больше всего вдохновило как художником? Кто-то природой вдохновлялся, кто-то проектом, сам бытом. А вас что именно интересует? У меня это две картины. Батай и вот эта ложь, которая осау как называется по-русски. Обуздать ложь что или оседлать. Вот две темы на настоящем тематике. А остальное природой. Я сам художник-монументалист в свое время. У меня подход может по-другому. Классически. Ну классически. И вчера как день конституции у меня появилась маленькая работа. Это наконец скачет парень и флаг держит и скачет. Жалава. Флаг называется тема. Какой взгляд художников на бутайскую культуру сегодня. Нам интересно ваше мнение. Потому что у вас свое видение, свое прочтение этой темы. И вы тем более изучали, все выезжали туда, посмотрели, впечатлились. И хотелось бы, чтобы оценили своих коллег, потому что вы достаточно компетентны в этом вопросе. Три дня на бутае видели эти раскопки. Изначально все это, конечно, они не верили, но потом уже доказали, что действительно это одомашнивание лошади произошло. Именно вот здесь раскопки поражали. Потом они здесь вот есть выставочный зал, где посвящен бутаю. Они просто ну прям каждый уголочек фотографировали. спрашивали, вопросы задавали по поводу бутая. По поводу того, что разница там, допустим, живописи, этюдов. Я вам сразу скажу, изобразительное искусство, оно в принципе везде может быть одинаковым. Почему? Потому что краски, видение, это все художники, да, все художники писали с натуры. Поэтому, конечно же, все разные. Почему? Потому что стиль разный у всех. Потом каждый подход, многие здесь вот занимались, вернее, изображение было, оно называется, как аппликация. Наклеивали слой на слой. Такая рельефная живопись, они рельефно писали. конечно, многие художники писали обычно реалистические какие-то пейзажи. Я, например, писал реализм. И вот здесь у вас в музее есть картина Махжан Жумабаев. Видели? Это я ее написал. Я автор этой картины. Замечательно. Поэтому да, я автор этой картины. И все там подходят ко мне, может быть, ты такой маленький, как ты мог создать такое огромное полотно? Вот. Он просто мой земля отсюда. Я все о нем изучил и этот картин написал. Редактор субтитров